Merry Christmas, you filthy animals! Всем привет, друзья! Это новый вечерний морис, новогодний вечерний морис. Мы вот так немножко разъедемся, смотрите, что у меня там. Очень круто все сделал. Вот, сегодня наша тема, Санек, какая? Это бой Томаева и Марвина. Сегодня мы немножко поговорим об этом, сделаем обзорчик небольшой. С Саньком мы за этой темой все-таки следили. Началась эта тема с того, что Марвин такой говорит Томаеву в инстаграмчике. Ты выпендриваешься? Ты че выпендриваешься? Ты постоянно у меня в ленте, почему твоя толстая шея попадается? Мне на глаза говорит, вот так прям говорит. Блин, очки хотел одеть, вот. Прям говорит, вот ты че вообще, быкуешь? А Томаев такой, ты вообще не прав, чувак. И вот завязалась такая заварушка. И Марвин говорит, давай я тебе табло набью. Ну да, но при этом очень много раз менялись правила какие-то. Потому что Марвин сначала предложил, давай будем драться вообще без перчаток. Без перчаток. Это жестко, да, было. Ну что, они там срались, срались в инстаграмчике получается. Потом пришли к хочу. Мы трансляции еще сначала. Для начала они несколько раз проводили трансляции. Потому что я конкретно вот видел эти трансляции. То, что сначала делал Томаев трансляцию. И начал писать Марвину, что приходи на мою трансляцию. А Марвин потом позже начал говорить, что я был после тренировки. Я пришел, спал, поэтому я не мог ответить. Ну, в принципе, такое тоже могло быть, как бы, мы не можем сказать, кто прав, кто нет. Но на одну трансляцию он не пришел. Потом он как бы проснулся и уже сделал, сам его, по-моему, пригласил. И у них была все-таки совместная трансляция. Все, что происходило, они друг друга пообзывали. Ну, естественно, абхазский друг этот или откуда он? Да, Чечня, Чечня. Чечни, ну да. То есть, в общем, Томаев, он все время говорил, что давай не будем материться. Он такой, как бы, он верующий. Ну, да, да, да. Мусульманин так, что у них там свои правила. А Марвин такой, чисто постебать пришел его. Ну, Марвин такой пацан, который захотел хайпа. Просто хайпануть. Ну, больше выглядело, да, что Марвин очень сильно хочет хайпа. Да, в итоге пошли они к Хачу, к Эмирану Сардарову. И там тоже такая заварушка была, чуть друг другу лицо не побили. Видел, да, это видео? Ну, вот у Хача, когда они были, да, они делали вид, что они сейчас друг друга. Но, если честно, когда они вышли на бой, вот на ринг просто, они даже в глазах видно не то, что страх, но как-то они опасались. Ну, они там прыгали, прыгали друг друг друга. Две минуты, я смотрю, остается 40 секунд до конца первого раунда, а они еще ни одного удара не нанесли друг друга. Они просто ходят, один ходит так, что-то отмахивается, второй просто не подходит. А у Хача Марвин такой, да я его сейчас порву, порву, порву. Прям сейчас налечу на него. Сейчас порву, а потом бегает, бегает. А в итоге бегает, бегает от него. Ну, нужно сказать, да, что Томаев на 20 килограмм больше его на 20. Это потому, что он подсушился. Да, то есть Томаев занимался единоборствами какими-то, да? Он борьбой занимался. Борьбой занимался. С своим братом там. А у Марвина, насколько он сказал, я не знаю, насколько точно эта информация, у него КМС по боксу. Что ты скажешь о его технике вообще? Я не скажу, что я долго занимался боксом, но я могу сказать, что любой разрядник даже будет круче смотреться, чем Марвин, потому что он просто бегал по рингу и просто махал рукой. И он какой-то открытый был, да? Вот эта рука просто. Не, мне просто нравилось, что он делал вот это. То есть он пытался, может быть, если бы ему джеб кинули, он бы отбил, но как бы я видел, как дерутся боксеры, и он не выглядит как человек, который даже вообще занимался боксом. Может быть, он, конечно, походил какое-то время, но он выглядит как человек, который месяц до боя готовился, занимался боксом. Месяц, но не 7 лет. Ну смотри, лично со стороны зрителя я могу сказать, что Марвин выступал в роли Конора Макгрегора. Он такой, знаешь, нарывался, нарывался, а там больше Хабиб такой был. Типа спокойненький такой, знаешь, более-менее такой. Типа я матом не ругаюсь, отстань от меня. Ну все равно, я тебя порву, да, говорит. Вот, то есть Марвин больше был похож на Конора Макгрегора, и тем самым пытался больше аудитории к себе внимания привлечь за счет вот этого взрывного характера. И даже смотри, он на Конора Макгрегора похож по татухам, у него на груди, блин, ну так похожи. Он похож тем, что этот тоже чеченец. Да. Или нет, по-моему, я точно не знаю. Нет, дагестанец, Хабиб Дагестра. Хабиб Дагестанец, ну в общем, они из Кавказа, а эти просто стандартные белые. Да, ну и по характеру, в принципе, тоже похоже. По манере поведения, даже можно сказать. По манере поведения. Ну, мне, не знаю, меня этот бой не сильно впечатлил. Я думал, что это будет, во-первых, после первых чисел января, как они изначально договорились. Потом, видимо, из-за хача они что-то переиграли и сделали еще до Нового года, причем за несколько дней. Но сам бой был какая-то ерунда. Конечно, Томаев победил там вообще... Там даже вопросов никаких нет. Он ему надавал, а Марвин, может, только во втором раунде один раз ворвался и пару раз ударил. Ну да, там попал пару раз нормально. Да, но насчет того, что Марвин там рассказывал про 7 лет бокса, это вообще... Я вообще не понял этого. Я вообще бокса не увидел, в принципе, там. Ну, пускай будет так. Ну, а что касается боя, да, то как-то вообще не зрелищно, по-моему, было. Но не очень. Можно, опять же, сравнить, слушай, с Коннором и Хабибом. Они вначале тоже бегали друг от друга, бегали, а потом Хабиб начал его просто убивать. Но это профессиональные спортсмены. Если это рассматривать как бой блогеров, это круто, потому что все-таки для блогеров такой уровень боя, это не просто... Ну, они спортсмены оба, так что это... Ну, ты смотри, я не знаю, там этот Азлагор и Ферамир, вот это пипец, вот это видно, постановочная фигня какая-то детская. А тут все-таки это видно, что это бой. Тут два спортсмена, тут тоже боями занимаются, поэтому было ожидаемо, что что-то хотя бы будет. Но ожидания не свершились в том плане, что я думал, там прям месил, знаешь, как они говорили до боя, прям порву тебя, просто мясорубка будет. Мне понравился Марвин, который сначала кричал о том, что я ему сразу, просто я буду на него налетать. И в итоге все, что он делает первый раунд, он просто бегает. Просто бегает. Просто бегает. Этот на него идет, а он его держит на расстоянии и бегает. Я не заметил того, что он со своими, по идее, длинными руками должен был ему насувать туда. Ну, и он легче гораздо, да? Двигаться ему проще, конечно. Тамай его очень сложно двигаться. Тамай, сколько он весит? Где-то под сотку? 90 с чем-то, по-любому, да? Ну да. До того, как он вес скинул, он был 100 с чем-то, 105 вроде бы. Ну, изначально это противостояние, я вообще не понял. Но даже Марвина в том плане, а где это чеченец выпендривается? То есть просто этого... Ну, типа шея своей, знаешь, такой, везде. Ну, так и что, кого есть биться, 100 биться показывает. Ну да. Шея тоже, и как бы это, любой выпендривается. То же самое сказать, Артур тоже биться выпендривается. И что же убить его из-за этого? Да просто взбесило, наверное, этого Марвина, что Тамайев, наверное, такой слишком везде популярный, везде показывается. Ему просто хайп захотел. Ну да. Это был, как сказать, они пытались доказать, что они крутые спортсмены, но на самом деле они... Ну, Марвин вообще не сказал, что он какой-то суперспортсмен. Он качаться-то начал не так давно. А Асхаб, он просто качок. Он просто молодой качок. Есть разница в возрасте? Так это вообще пофиг, я не знаю. Если ты в 16-17 лет, ты взрослый, высокий, большой. Какая разница, сколько тебе лет? Да, Марвину 21 год, Тамайя 18. А что ты вообще думаешь по поводу того, что Марвин химичит или нет? Меня спрашивали. Марвин, конечно, но он даже, по-моему, не отрицает. Ну, потому что его форма была, он когда руфил там постоянно висел, там на одной руке он был, просто обычный худой парень. Ну, у него костяк широкий очень, но так обычный худой парень. Кто-то решил нам позвонить. Ну, в общем, Марвин, он такой обычный парень, и тут он за несколько месяцев у него шея распухла, лицо распухло. Ну да, он такой. Плечи, руки стали здоровы, спина. Форма хорошая. Я вот этого не понял. То есть, ну, как бы, понятно, что это фармакология. А то, что Асхаб, это... Ну, это и так логично, да. Конечно, это оба химии. Такой огромный. Ну, вот, друзья, вот такой вот обзорчик получился. Я надеюсь... Надо привести итог для начала. Ну, а что еще? Короче, если вы прослушали все это болтанную, суть в том, что это был не бой, а хрень. Но результат такой. Марвин получил от Асхаба. Сейчас тебе напишут в комментариях, говоришь, хрень, иди подерись. Скажут, я уверен, на 100%. Не, ну, окей, но как бы я не выпендживаюсь и никому вызовы не кидаю просто. Ну, да. Но это, ну, хайпанули они неплохо. Мне кажется, что можно было закончить на том, что они сходили к Хачу. Ну, да. Потому что, как он и говорил, они уже на моем шоу хайпанули. Хайпанули круто. А сам бой, ну, не знаю. Такое себе. Все? Все. Все, что мы хотели, мы поговорили. Подписывайтесь на нас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok